Всем привет! Я Дана Рожуманова. Сегодня в студии 7. В Казахстане объявили войну коррупционерам. Можно ли искоренить то, что так долго с нами? Уже 16 тысяч. Продолжаем бить антирекорды по заражаемости ковидом. А как восстановиться после? Российские профсоюзы призвали власть обратить на них внимание, иначе будет бунт, как в Казахстане. Обретут ли наши рабочие голос после январских событий? Во всем информационном потоке мы выбираем то, о чем действительно стоит задуматься. С нами все станет понятно. Поехали! Друзья, говорить сегодня будем о многом, в том числе и о борьбе с коррупцией. В связи с этим наш опрос, где, на ваш взгляд, нужно в первую очередь начинать эту борьбу. Голосуйте, а мы начнем. В Казахстане стремительно растет число больных коронавирусом. В сутки регистрируют уже почти 16 тысяч зараженных. В правительстве накануне объяснили все антирекорды. Мы бьем из-за активной внутренней и внешней миграции. Новогодние и выходные тоже отразились на этих данных. Хотя кто уже о них вспомнит после январских событий? И они, кстати, тоже повлияли. И сейчас, когда уровень заражаемости в стране вырос почти в 20 раз, такую устрашающую динамику озвучивали ранее в Минздраве, важно не только снизить риск инфицирования, хотя делать это с каждым разом все сложнее. Важно еще и привести себя в порядок после перенесенной болезни. Бороться то с одним штаммом, то с другим – это не просто, но это тоже требуются определенные ресурсы. Как их восстановить? Как восстановить здоровье, подорванное разными формами ковида, знает Эльмира Ержанова. Нурбек Балшиманов в ковидной пневмонии переболел 4 месяца назад. Оправиться после перенесенной инфекции не может до сих пор. 36-летний мужчина жалуется на слабость в организме, быструю утомляемость и головные боли. В последнее время руки, ноги ломят. Немеют они. Слабость появилась. Участковый врач направил меня сюда, в ЖД больницу. Сейчас вот прохожу реабилитацию. И таких историй немало. На сегодня реабилитацию в стационаре местной больницы проходят 20 человек. Все они переболели ковидом, но от последствий вируса никак не могут избавиться. Сбои в работе организма появляются из-за нехватки кислорода, считают врачи. Для постковидных пациентов они разработали целую программу. Сюда входит лечебная физкультура, кислородная терапия, электрофорез, дренажный массаж и даже консультации психолога. Все эти меры вкупе дают результат уже за 10 дней. Причем без лекарственных препаратов, считают медики. Вот приходят даже после пневмонии, все время просят лекарства. Это неправильно. Нужно их в первую очередь научить дышать правильно. Есть больные, которые совершенно не могут дышать. Нехватка кислорода и у них паническое такое состояние. У них паника идет. На этом фоне у них нервная система разрушается. У них страхи, плаксивость и тому подобное. Здесь мы благодаря спортзалу ЛФК утром со скандинавской ходьбы у нас начинается профилактика к здоровому образу жизни. Реабилитологи считают, что скандинавская ходьба на свежем воздухе дает 98% насыщения мышц кислородом. Конечно, она рассчитана только для тех, у кого нет хронических либо других серьезных заболеваний. К примеру, для 71-летней слушаж Буранкуловой, которая после ковида перенесла операцию на сердце, физическая нагрузка запрещена. Бабушку мы застали в кислородном зале. Бессунница появилась. Давление то поднимается, то падает. В общем, скачет. Лечит, да, лекарствами, уколами. Помимо лечебной физкультуры и ходьбы, врачи советуют обратить внимание на питание. Два литра воды в теплом виде. Обязательно в теплом виде. Гладками пить нужно. Дробное называется. Затем, значит, дыхательное упражнение. Дыхательное упражнение обязательно нужно. Свежий воздух. То есть прогулка. Где-то на 30-40 минут должен пройти свежий воздух человек. Называется это ЛФК. Питание обязательно должно быть полноценно. То есть здесь овощи, фрукты, супы обязательно в порядке. В среднем организму нужно полгода, чтобы полностью восстановиться после ковида, говорят врачи. И все это время нужно помнить важные правила. Как можно больше двигаться, дышать свежим воздухом, правильно питаться и вовремя сдавать анализы. Проверить состояние организма рекомендуют через две недели и через месяц после выздоровления. Эльмира Ержанова, Азамат Кубегенов, специально для Студии 7. И сейчас, когда вовсю бушует омикрон, врачи говорят, что новый штамм переносится легче, а вот избежать инфицирования сложнее. Возникает вопрос, а ждать ли нам заветный коллективный иммунитет? Мы спросили российского профессора вирусологии Александра Чапурнова. Да, я сомневаюсь, что нам удастся добиться коллективного иммунитета теперь с помощью переболевания. Ну, раз люди болеют многократно, то возможно, что даже без появления новых вариантов, а они появятся, безусловно, все-таки повторные заболевания будут нас преследовать. И, видимо, это вот так вот волнами и будет происходить. Вот омикрон, он по тем данным, которые получены из стран, где он уже активно заражает людей, его тяжесть оценивается в 4-12 раз ниже, легче он переносится, чем предыдущий вариант, чем дельта. А это дает, это его как бы приравнивает по тяжести, ну, примерно к гриппу. Вот если такая тенденция сохранится, ну, видимо, придется вот с этим жить. То есть жить с коронавирусом нам придется, скорее всего, стопроцентно и на долгие годы. В общем, как ни крути, а нужно себя беречь. Слишком коварно это болезнь, и если есть возможность избежать риска заражения, лучше приложить к этому все усилия. И по-прежнему медики видят один выход из ситуации. Это вакцинация, которая в любом случае смягчает течение болезни. Кстати, если вы не кормящая мать, не беременная, не подросток, прививка Pfizer вам не светит. Несмотря на то, что Казахстан покупает дополнительно 1 миллион доз, даже на платной основе вам эта вакцина не светит. Правительство уверяет, что это не их решение, а решение производителям. Но зато в доступе есть Казвак, Спутник Лайт и китайский Веросел. Российская Федерация Независимых Профсоюзов призвала власть извлечь урок из казахстанской трагедии, а именно обратить внимание на внутреннее социальное неравенство и бедность населения, чтобы этот сценарий не повторился и там. Как вы помните, последние митинги, которые перешли за тем беспорядки, в самом начале поддерживали рабочие крупнейших предприятий. Казахмыс, Тингис, Шевройл жаловались в том числе и на условия работы. Делают это они далеко не в первый раз. Вообще заводчане, шахтеры, одни из немногих, кто громко и открыто заявляет им тяжело. Чаще мы слышим об этом после очередной трагедии на производстве. О правах и бесправии. Дарья Пашмыцева. Срыв метана, внезапные выбросы угля и газа, пожары. В Казахстане за годы независимости произошло 10 крупных аварий на шахтах. 155 человек стали жертвами таких происшествий. Последняя авария произошла 7 ноября 2021 года. После залпового выброса метана на шахте Аббайской погибли 6 горняков. Я и называю наших шахтеров коммикадзе. Коммикадзе потому, что современные постсоветские и сейчас уже привнесенные технологические особенности новой чугли в Караганде совершенно не убирают опасность подрыва этих шахт и не могут убрать. Добывать столько угля, сколько они сейчас добывают, преступно, по большому счету. Потому что газ оттуда уйти не может. А смесь пыли и газометана, она еще хуже даже, чем пороховая. Все говорят, ну шахта, что теперь, конечно, зато там заработок. Тысячу долларов вот этих наших шахтеров. Эту цифру, горняки шахты Ленина, они выбили, когда погибло 41 человек. Активист Павел Шумкин с большим недоверием относится к иностранной компании Арселор Метал Тимиртау. Им принадлежит 8 шахт Карагандинской области. По официальным данным, за последние 15 лет там погибли 90 человек. Это доказывает, что иностранная компания достаточно часто попустительски относится к безопасности казахстанских рабочих. На подобных предприятиях есть и другие проблемы, говорят в отраслевом профсоюзе. Бывают случаи, когда работают два работника. Один наш, гражданин Республики Казахстан, один нерезидент Республики Казахстан. При этом, выполняя одну работу, нерезидент Республики Казахстан, который работает на нашей территории, получается в два раза больше заработных плат. По мнению эксперта, не лишним будет и дополнительный контроль за процедуру заключения трудовых договоров. Здесь представители крупных предприятий, вне зависимости от того, кто ими владеет, часто хотят, что называется, схитрить. Из характерных обращений начала 2022 года ряд работодателей предлагают изменить форму договора и выйти из трудовых отношений, перейти на отношения, которые регулируются договором возмездного оказания услуг. Это уже форма гражданско-правового договора. И, конечно, в гражданских отношениях наш работник существенно теряет льготы, гарантийные выплаты, компенсационные выплаты. Таким образом, в плюсе остается работодатель, но никак не работника. Бывает даже так, что отечественные владельцы промышленных предприятий оставляют своих сотрудников без средств к существованию на неопределенный срок. В 2021 году, с начала года, поступило в управление инспекцией руда более тысячи обращений граждан по поводу невыплаты заработной платы, в том числе крупные компании и малые и средние. 1 января 2020 года объявлено моратория указом президента республики Казахстан. В этом ситуации работнику разъясняем, что должны обращаться по этим вопросам в суд. Казахстанские рабочие не защищены по многим фронтам. Лучшие дела обстоят у тех из них, кто трудится на предприятиях, где есть профсоюз. Они, к сожалению, есть до сих пор не на каждом заводе, комбинате и любом другом предприятии. Дарья Пышмынцева, Эльмир Реержанова, Дмитрий Рура, Азамат Кубигенов. Специально для Студии 7. Помимо проблем сегодняшних, рабочим еще предстоит пережить внедрение цифровизации в промышленность. То, о чем в стране говорят уже несколько лет. Индустрия 4.0, при которой человеческий труд должны заменить машины. Ждатели при таком раскладе сокращения на производствах мы спросили эксперта Ерлана Тазбаева. Переход сам по себе на новые, на лучше доступные техники, он также будет соприкаться и с тем, что возникнет необходимость установки дополнительного очистного оборудования. его монтаж, обслуживание, ремонт. То есть это также будет вызываться, его необходимо будет делать человеческим капиталом, человеческими ресурсами. В странах УЭС, в том же Китае существует даже такое понятие, как зеленое рабочее место. Я полагаю, что переход на принцип НДТ для наших основных, будем говорить, отраслей промышленности, он не сопряжен с сокращением рабочих мест. Почему? Потому что здесь будет и переобучение, и персонала, который должен будет модернизировать, его надо будет переквалифицировать. В дальнейшем персонал, который будет обслуживать данные установки. По данным Бюро статистики, в промышленности сегодня заняты больше миллиона человек. Помножьте эту цифру на три. Жена и в среднем двое детей. Это уже больше трех миллионов казахстанцев, то есть третья часть экономически активного населения. То есть такой наглядный пример, насколько важна и чувствительна эта сфера, и насколько важно власти слышать о рабочих. Я Дана Рожуманова, это Студия 7. Друзья, не забывайте голосовать, где, на ваш взгляд, нужно в первую очередь начинать борьбу с коррупцией. Поговорим об этом прямо сейчас. Итак, громкое обещание дал президент Токаев. В своем твиттер-аккаунте глава государства опубликовал заявление о том, что в новом Казахстане, как мы все понимаем, теперь это объявленный курс, в общем, в новом Казахстане будут повышать качество жизни людей, объяснил и как именно. Вот цитата. Повестка нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан, устранение разрыва в доходах, создание рабочих мест и сдерживание инфляции. Все наши усилия направлены на обеспечение безопасных и более качественных условий жизни для миллионов казахстанцев. Мы гарантируем открытость национальной экономики, неприкосновенность контрактов, уважение прав интеллектуальной собственности и беспощадную борьбу с коррупцией. Заявление это было продублировано в том числе и на английском языке. Это такой привет всем заграничным инвесторам и наблюдателям. Мол, друзья, все в порядке, мы строим демократию. Кстати, о заграничных друзьях. В эти часы январские события в Казахстане обсуждает Европарламент. Думают над тем, вводить против нас санкции или же нет. Часть депутатов все прекрасно понимает, но некоторые считают, что власть должна была вести переговоры с теми, кто выступал против с оружием в руках. В следующих выпусках мы обязательно расскажем, чем закончился этот спор. А пока вернемся к нашей коррупции, о том, как с ней можно бороться, расскажет Алтеншаш Смагулова. Беспощадную борьбу с коррупцией пообещал провести в стране президент Тукаев. Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере. На его слова тут же отреагировали эксперты, которые предлагают начать вести эту борьбу, нанося точечные удары. Причем в первую очередь предлагают избавиться от касты неприкосновенных. Таких людей в Казахстане, по мнению политолога Доса Масадпаева, у нас быть не должно. Эксперт считает, что далее нужно также вернуть весь выведенный из Казахстана капитал. Эти деньги, говорит он, придутся весьма кстати фонду «Казахстан-Халканан», созданного по инициативе президента. Давайте-ка в этот фонд мы закинем те теневые капиталы, которые за эти десятилетия выводили в офшоры. Давайте начнем расследование, давайте подключим Интерпол, давайте подключим международные организации. Опыт есть. США и Европейский Союз тоже искали таких же теневых офшорных капитал своих граждан и возвращали их в страну. Даже Узбекистан, когда затеял судебное дело против Гульнара Каримовой, нашел много офшорных заначек и часть вернулась в страну. Финансовый анализик Арман Бесимбаев, в свою очередь, предлагает развивать конкурентную среду и избавиться от гигантских нацкомпаний, которые контролируют сейчас практически все сферы, начиная от железнодорожных перевозок, нефти, газа, заканчивая телекоммуникациями и электроэнергией. Экономика должна быть рыночной, считает эксперт. Тогда и будет процветать частный сектор, привлекая к работе высококвалифицированных сотрудников. А не как это сейчас происходит в квази-государственных компаниях, где сидят различные агашкины балашки, которые раз в месяц приходят за зарплатой, и из штатов 100 человек, дай бог, работают 20. Остальные это непонятно кто. Как этот Багдад Мусин, когда пришел в министерство цифровизации, обнаружил, что оказывается 70% всего штата программистов, даже не имеют диплома программистов, кто эти люди? Это же тоже агашкины балашки, которые сидели, получали зарплату. Это ведь тоже коррупционная история. И с этим тоже надо что-то делать. Член же общественного совета Алматы Нурлан Жазлбеков предлагает не медлить с вводом всеобщего декларирования. Причем быть оно должно обязательно публичным. Когда все доходы станут прозрачными, будет легче разобраться, что и на чье имя приобретал чиновник, добавляет эксперт. Приводить в порядок, по его словам, нужно и сферу воззакупок. Объявляет государственный закуп. Уже под эту компанию создаются те требования, и эти требования, которые не может выполнить другая компания, которая может. Таким образом, конкурентов нет. Определенное время наступает, и эта компания, как с одного источника, без конкурентов, выигрывает миллиардный государственный закуп, отдает откаты, кто работал тем коррупционным путем. Еще один важный момент, который может нам совсем не понравиться. Для того, чтобы победить коррупцию, нужно поменять прежде всего свою ментальность. Пока мы сидим и ждем, и думаем, придет хороший дядька вот сейчас, и все нам даст, ничего в государстве не поменяется. Потому что все коррупционные вопросы с этого и начинаются. Почему мы считаем, что нам сверху все должны дать, при этом мы не считаем нужным соблюдать правила дорожного движения? Мы же запросто их нарушаем, вот так нарушаем просто. А ведь это на самом деле отношение к себе, это отношение к стране. Мы нарушаем все правила, нам надо быстро оформить документ, мы предпочитаем сунуть в карман кому-нибудь 2-3-5 тысяч деньги. Прозрачность и отсутствие коррупционных схем начинается с общественного контроля. Нужно брать ответственность за свои поступки и начинать с самого банального. Заменить перегоревшую лампочку в подъезде, не ожидая, что за вас это сделает кто-то другой. Не правда ли? Алтаншаш Смоголова, Медед и Сапанов. Специально для студии 7. О том, насколько глубоко коррупция пустила корни, обычно судят по индексу восприятия этой самой коррупции. Его составляет международная организация Transparency International. За прошлый год там еще подводят итоги, поэтому мы можем опираться на данные за 2020. Так вот, Казахстан впервые за историю независимости набрал 38 баллов. И тогда мы заняли 94 место из 180 стран. И, кстати, обошли своих центрально-азиатских партнеров. Но понятно, что работать явно есть над чем. Вот Норвегия, например, со своим скандинавским социализмом входит в десятку лучших. Тех, у кого высокий индекс восприятия коррупции. Вот как им удалось этого добиться? Вот такого замечательного результата. Мнение экономиста Гейра Амбро. Гражданское общество Норвегии отличается крайней нетерпимостью коррупции на любых уровнях. СМИ подвергают жесткой критике тех редких коррупционеров. Таков у нас менталитет. У нас есть четкая установка, что коррупция – это не по-норвежски. Мы обрели Конституцию еще в 1814 году. Она была вдохновлена идеалами французской революции – свобода, равенство и демократия. Норвегия была страной рыболовов и фермеров, воспитанных в протестантской этике. В таком обществе люди обретают чувство единого целого, в котором ты можешь положиться на сограждан. Норвежцы нетерпимы коррупцией, потому что государство, надо заметить, хорошо исполняет свои обязанности и обслуживает население. Ты платишь налоги и видишь получаемые выгоды. Тебе не нужно давать взятку, чтобы получить лучшую койку в больнице или место в колледже. Государство тебе все дает – бесплатные школы и университеты. Другими словами, у тебя нет нужды пытаться обмануть систему. Она и так уже работает на тебя. Доходы и налоговые декларации граждан доступны для всех. То есть каждый может глянуть, кто сколько заработал и заплатил налогов. Прозрачность системы – как еще один из методов борьбы с коррупцией. Индекс дистанции власти в Норвегии низкий. Я как гражданин могу легко встретить на улице премьер-министра страны и обратиться к нему просто по имени. Гражданин может легко раскритиковать его работу прямо в лицо. В прошлом году антикоррупционеры насчитали около 400 случаев взяточничества. Кто-то получил тюремный срок, но большей части удалось отделаться штрафами. С прошлого года работает закон по ужесточению коррупции. Наказывать начали не только тех, кто берет, но и тех, кто дает. При таком раскладе желавший решить ситуацию иначе должен был выплатить государству штраф в десятки раз больше предложенной суммы. О том, нужны ли нам новые инструменты борьбы, обсудим с общественным деятелем Айгуль Соловьевой. Айгуль, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады вас видеть в нашей студии. Спасибо. Вы у нас первый раз. Айгуль, президент заявил о том, что борьба будет беспощадной. Это замечательное, мне кажется, заявление, люди все этого ждут. Но как бы так ни вышло, чтобы не началась охота на ведьм? Как вы думаете, такое возможно? Ну, однозначно. Но, на мой взгляд, президент просто доступным языком для того, чтобы получить доверие граждан или вызвать доверие у граждан. Поэтому, безусловно, у нас есть конституция, в которой прописана презумпция невиновности, есть законодательство. И поэтому, безусловно, коррупция требует противодействия ей, требует системных мер. Вот в свое время, сегодня вы назвали, вот о том, что рейтинги по индексу восприятия коррупции, и как раз я была председателем и руководителем специальной мониторинговой группы, и мы очень над этим много работали. Вот существует опыт развитых стран, которые входят в систему ОСР. Они дают, они анализируют, почему у нас возникают эти риски, и дают нам рекомендации. И вы знаете, мы очень четко отслеживали каждую рекомендацию для того, чтобы понять, каким образом необходимо проводить эту политику. Основной акцент был сделан на превенцию, на обнаружение и оценку вот этих коррупционных рисков. Но скажите, вообще, насколько это возможно, чтобы было так, как в Норвегии, например? Мы же понимаем, что мы отличаемся, мы Азия, да, и все говорят в Азии вообще, но не все, конечно, есть такое мнение, что в Азии сложно искоренить коррупцию. Вообще, насколько это возможно? Вы знаете, там ключевой момент был о том, что у нас протестантская вера, да, и мы в этой культуре росли. Я не думаю, что ислам это какая-то коррупционная как бы религия. У нас тоже добропорядочность является основным фактором. Поэтому, безусловно, здесь у нас корни и традиции позволяют для того, чтобы мы все-таки соответствовали. И вы обратили внимание, что как раз Экпер сказал об обществе, его вовлеченности. Поэтому, на мой взгляд, когда каждый гражданин станет соучастником для того, чтобы не допускать коррупционные риски, да, если он сможет замечать каждый факт, ментально воспринимать о том, что это невозможно, иначе никакой справедливости, объективности при распределении доходов не будет, то тогда должно этим заниматься все общество. Просто вот в Германии есть случаи, когда мы там встречались с нашими коллегами, они говорят, они на соседа могут. Мы же привыкли к лагерному такому мышлению, да, о том, что я не заложу соседа. А это не то, что он его закладывает. Он просто считает, что есть закон, и нужно жить по закону. Но президент, когда сказал о жесткости, да, он говорил, ну, наверное, о том, что не будет исключительности ни для кого, да, для того, чтобы было понимание, и не будут привилегированных, до которых не найдет. Если существующие институты власти будут выполнять свои функции, суды, прокуратура, внутренних дел, антикоррупционная служба, то тогда по закону вынесут срок, и для кого не будет исключения. А получается, тот закон, который сейчас действует, который был принят, насколько я помню, год назад, где ужесточено наказание за коррупцию, по УДО ты уже не сможешь выйти. На государственную службу не можешь. Если в твоей системе кто-то твой заместитель, ты должен добровольно подать в отставку. Ну вот мне хочется понять, ужесточать не надо, да, вы считаете? Этого достаточно, просто чтобы привилегированные понимали, что их могут тронуть? Ну что там, эта смертная казнь у нас отменена, да, расстрела тоже не будет. Здесь просто нужно проводить огромную работу по превенции, и она должна быть системной. Вы знаете, у нас есть концепция, да, по антикоррупционной политике, у нас есть план мероприятий, поэтому это просто надо грамотно внедрять, потому что, вы знаете, страны УССР сейчас пользуются замкнутым циклом управления для повышения эффективности, и оно предполагает такой круг, да, в котором обязательно существует параметр оценки. Для того, чтобы я сделал и запланировал, допустим, забюджетировал, провел мероприятие, и потом оценивается, и потом идут корректирующие действия. Айгуль, у меня заключительный вопрос. Вы были советником Алика Шпикбаева, когда он был главой антикоррупционного ведомства. Вот скажите, пожалуйста, насколько личные качества главы антикоррупционного ведомства влияют на то, кого возьмут, скажем так, прищучат, а кого нет? Вы знаете, вот то, что я наблюдала, да, о том, что все-таки личные качества играют роль, но они не играли в том плане, что кто да, кто нет. Там было тоже беспощадно о том, что если взяли, то это обязательно выполняется. Другое дело, просто он был более энергичный, умел взаимодействовать с общественными организациями, он их слышал. Возможно, были сужены какие-то полномочия, поэтому и в законодательство зашли. И, безусловно, вы знаете, вот то, что ОСР там пишет в рекомендациях, это политические реформы, это изменение судебной системы, и в правоохранительных органах, и в парламенте не должно быть особенность, понимаете, там о том, что недоступен или это, то есть это должно работать для всех. Айгуль, спасибо вам большое за то, что вы нашли время прийти к нам в студию. Вот интересно, мы сегодня задавали нашим зрителям вопрос, где, на их взгляд, нужно в первую очередь начинать борьбу с коррупцией. Большинство считает, что в госорганах, и есть комментарии, была бы возможность, я бы за первые три категории проголосовала, но исключив при этом начать с себя. А нужно, как мы все знаем, начинать. Безусловно, с себя. Спасибо вам большое за уделенное время, Айгуль. На этом все, встретимся завтра в это же время, обсудим, проанализируем, сделаем выводы. Пока. Субтитры подогнал «Симон»